Сегодня в одной из войсковых частей Мурманска состоялся День призывника. Участники мероприятия, старшеклассники и первокурсники колледжей, ветераны и руководство города, представители военкомата. Все подробности в следующем сюжете. В Мурманске дважды в год организуют Дни призывника. Учащимся 9-11 классов устраивают экскурсию по разным воинским частям. В этот день ребята получают возможность воочию увидеть, как живут солдаты, что едят, чем занимаются и даже могут пообщаться с теми, кто прямо сейчас отдает долг розни, спросить, что им дает армия. Дала новые знания, какие-то знакомства, личный даже опыт в жизни, выносливость, спортом тут занимаемся. Я демонстрирую разборку пулемета Калашникова модернизированного, собираю его также и показываю молодому поколению, что оружие это очень интересно. Такие встречи приоткрывают ребятам мир, который многие из них боятся. Но сегодня молодежь с изумленным взглядом смотрит на показательные выступления и тренировочный бой морских пехотинцев Северного флота. В мероприятии принял участие и заместитель председателя Совета депутатов. Михаил Белошей вместе с ребятами прошелся по плацу, понаблюдал за выступлениями и поделился воспоминаниями о своей службе. Говорю об этом с сознанием дела, потому что в свое время прошел службу два года в погранвойсках и знаю, что лучше к армии готовиться. Готовиться как физически, так и морально, и образовательно. Мурманчане, в каких бы войсках ни служили, всегда отличаются добросовестностью, верностью, товариществом и надежно представляют город-герой Мурманск. Конечно, пока беззаботным школьникам больше по вкусу полевая кухня, а не учение. Так совпало, что именно сегодня на территории части соревнуются в своем кулинарном мастерстве пять команд коков. Сейчас проводится этап соревнований между пекарей. Приурочен он на дню призывника, чтобы показать военнослужащим, родителям, простым гражданам мастерство наших специалистов. Городские власти с заботой относятся к мурманчанам-призывникам. Поэтому все чаще заключают договоры о шевских связях с воинскими частями и кораблями Северного флота.